Всем привет! Дядь Юра дает прогноз на матч 28 тура АПЛ Лестер-Шеффилд-Юнайтед. Встречаются третья и двадцатая команды текущего сезона. Очные матчи. В последних десяти очных матчах команды шесть раз играли на обе забьют дай, шесть раз на тотал больше. Лестер выиграл последние шесть очных матчей. В последних трехочных матчах Лестер всегда забивал Шеффилду два мяча. Последние две домашние очные игры Лестер выиграл в сухую на тотал меньше. Статистика команд. Лестер последние три матча отыграл на обе забьют дай. Лестер проиграл два последних домашних матча. Шеффилд отыграл последние шесть матчей на обе забьют дай. Последние четыре на тотал меньше. Шеффилд три последних выезда проиграл в сухую. В минувшем туре Лестер выиграл у Брайтона 2-1. Матч стоял на ничью, но грубая ошибка на выходе Санчеса на 87-й минуте принесла победу Лисом. Юнатед проиграл 0-2 Саутгемптону. Хозяева на удивление плохо провели этот матч, допуская множественные грубые ошибки в обороне. Саутгемптон запросто мог забивать в два раза больше, но как всегда выручил Рамсдейл. В очном матче первого круга выиграл Лестер 2-1. Лестер проиграл два последних домашних матча. В очных играх с Шеффилдом Лисы играют достаточно успешно. Единственная проблема, которая может возникнуть у хозяев, если Рамсдейл снова поймает кураж и Шеффилд надежно отыграет в обороне. Но в последнее время команда Криса Уайлдера чередует хорошие матчи со слабыми. В выездных матчах Шеффилд выглядит очень неубедительно. Всего 6 забитых мячей, одна победа и одна ничья. Правда, Лестер в этом сезоне гораздо лучше играет на выезде, чем дома. Поэтому здесь Лисам придется, наверное, серьезно постараться, чтобы пробить защитное построение гостей. Если, конечно же, не случится быстрый гол, который позволит Лестеру играть в спокойном ключе. В норме здесь должно быть что-то в районе 1-0 или 2-0. Команды подходят к этому матчу с диаметрально противоположными сериями. У Шеффилда 6 нулевых матчей, у Лестера 5 матчей на обе забьют да. В очных матчах команды в последние годы строго чередуют обе забьют да и обе забьют нет. На очереди стоит обе забьют нет. Поэтому в норме здесь скорее Лестер не пропустит, чем Шеффилд забьет. Конечно, нельзя исключать случайного гола в виде пенальти или удачного выполненного стандарта. Но шанс на это невелик. Процентов 20-30 не больше. Из связки ставок тотал меньше 2,5 обе забьют нет победа хозяев. Самый высокий коэффициент стоит на тотал меньше 1,85. На обе забьют нет 1,72. На победу хозяев 1,55. Наверное, самый ожидаемый вариант это победа хозяев. Лестер проиграл два последних домашних матча. В этом сезоне лишь однажды был подобный случай, после которого лисы выиграли домашнюю игру. Единственный нюанс – коэффициент 1,55 как бы маловат. А брать отрицательную фуру на хозяев достаточно опасно, ибо если Лестер и выиграет, то очень похоже, что с разницей в один мяч. Самый высокий коэффициент стоит на низовой матч. Но смущает то обстоятельство, что последние двоочные матчи на поле Лестера прошли на 1,0 и 2,0. Однако нынешняя форма Sheffield United ничего иного не предполагает, как сухой победы Лестера, которая, кстати, может быть и 3,0. Sheffield 8 из 13 выездов проиграл в сухую. Поэтому здесь можно скорее предположить условное именно 3,0, чем 1,1. Поэтому вариант с обе забьют нет за 1,72, наверное, будет самым оптимальным на этот матч. Но у вас может быть иное мнение на этот счет. На этом все. Дядь Юра верит, что у вас все получится. Всем оптимизма и удачи. Будьте здоровы.